Всем привет дорогие друзья, с вами Буни Сакур и мы продолжаем играть в игру по названию Кона. Итак, как вы можете обратить по карте внимание, что я доехал до третьего домика, который находился, откуда мы с вами начинали. И я намерен его исследовать, посмотрим, что ждет нас в данном. Ройс Хаус. Так, все, пойдем. Ройс Хаус. Ну, довольно-таки, я хочу сказать, маленький домик, да, огородов не имеется, гаража нету, но зато есть будка для собаки. Так, ее... Подожди-ка, а вот это что? Тележка какая-то. В ней ничего нету? Нету. Так, ну хорошо, давай попробуем тогда проникнуть в сам дом. Здесь записка какая-то, смотри. Много людей покинули северную вот эту вот херню, чтобы сейфер сохранить это что ли? Я не понимаю. Короче, написано, что множество людей покинули. Свои дома. Это был классический канадский дом, за исключением отсутствия оравы детей, которые обычно кишит вокруг чего-то там. Так, а что у нас по выключателям? Где у нас свет? Вот. Отличненько. Электричество у нас тут имеется. Не будем разводить костер, потому что у меня осталась только одна растопка, и мы с тобой зажигаем, конечно же, костер. Но у меня нету логов, поэтому пока походим так. Я думаю, что мы нашли с тобой лог, и давай все-таки зажгем его. Все, отличненько. Мы с тобой не сильно замерзли, но на всякий случай. Так. Ну, короче, разные авторы. Ты посмотри, везде у них... Карл был удивлен литературой, заполнивший этот либерально-ориентировочный что-то. Неужели действительно могут найтись интеллектуалы, обитающие в этих далеких землях? Представь себе. Не все люди тупые. Так. Что это такое? Это фантазия. Страница первая. Это, возможно, писатель был. И посмотри, здесь шахматы стоят. А всего лишь один ход, и мат белым. Игра окончена. Кажется, игра была брошена прямо перед финальным ударом. Каким финальным ударом? Ты про что? Про то, что началась резкая зима вот эта, или что? Так, в холодильнике мы ничего с тобой не можем взять. Ну, давай тогда погнали осматривать вот здесь все. Может быть, мы с тобой даже найдем здесь магнит, вернемся в ту хату. И используем его. Так, здесь все пусто. Так, погнали дальше. Так, тут ничего. О, спички нашли. Смотри, кто-то резал хлеб. Но на самом деле вот этот нож, он не для резки хлеба, а для намазывания, насколько я помню, масла. Так, в плите у нас ничего нету. Это выход на улицу. Прошло сохранение. Карл заметил, что фотография была сделана недалеко отсюда. Парочка выглядела очень хорошими друзьями. Это семья, где был ребенок. Видите, вот эта девочка, где там мы рисунки еще находили ее. Парочка излучала что-то сродни беззаботности свободы. Возможно, некоторые люди там действительно нашли способ жить долго и счастливо. А фото в юности. Карл сразу догадался, что этот человек, видимо, был каким-то служащим заповедника. Так, это ванная, и в ней горит свет уже заранее. Мыло. Так, воды у нас с тобой не надо набирать. Бутылки у нас все полные. Так. Не видно мне ничего, типа. А где выключатель-то? А где выключатель? Ну наверняка за дверью. Нет, я смотрел за дверью. Ладно. Что это такое? Что это? Ё-моё, гребаный телевизор. Так, что это? Это страница 3. Из вот этой вот его фантазии или фэнтези. Он фэнтези писал, наверное, просто. А что это? Джой. Даш какой-то. С леопардом. И лампласами. Или как это называется-то? Еще одна страница. Семь матча. А, это мы то, что спичек нашли. Так, четвертая страница. Да, жалко, что не русский язык. Так можно было бы почитать. Не осталось ни одного оружия. Все пропало. Да плохо. Слушай, я бы от винтовки не отказался. Потому что, знаешь, забивать... Опаньки. Пять патронов нашли с тобой. Триста третьих. Точка 303 калибр. Я бы не хотел с молотком накидываться на волка. Одежда кинута. Страничка. Еще одна. Так, назад. Вот это что? Сигарета, да? Кстати говоря, была пачка похожая, знаешь, на Мальборо. На аквариумы, глобусы. Опа, сундук. Кана... Что? Конополию. Вы победите. Вы пасуете. Гоу. И все. Какой-то странный дом. Здесь я открывал? Да, конечно же, нет. Еще пейнткиллеры. Я так понял, мы с помощью них... Если мы находили с тобой аптечку, с помощью них мы будем лекаться, если нас... Закоцает какое-то животное. Но у меня такие предположения. Так, эту штуку мы открывали с тобой? Не помню уже. Все, мы с тобой обследовали полностью дом. Что это? Это ветер, так? Или это что-то в трубке там шипит? Да, ребят, все. Мы с вами все обследовали. Поэтому, что? Валим с этого дома. И нам надо ехать, так сказать, в цивилизацию. В большой город, который у нас находится за бензоколонкой. Все, погнали. Фонарик убираем. Все, мне холодно становится уже. Но мой персонаж, слушай, неплохо так одет. А что это? Подожди-ка за коробка. Видишь, прямо. Давай-ка выйдем, посмотрим. Что вот это такое? Может быть, я это могу разбить? О, бля, опять этот звук страшный. Нет, не можем. А здесь... Я что-то как-то это даже... Дом-то не обошел. Нету здесь больше ничего. Ну, запрыгивай, что-то. Так, ну все, тогда достаем карту и поехали. Так. Все. Смотри-ка, тут озеро. Тут очень много чего можно обследовать. Хорошо, тогда поехали. Так, мне бы как-то развернуться здесь. Смогу я? Да, по идее, смогу. А дорога-то где сама? Вот она. Все, выезжаем отсюда. Была какая-то игра, кстати говоря. Ну-ка, стой. Может быть, там письма какие-то были. Была какая-то игра, не помню, как называется. Там, кажется, какая-то сфера летала по городу и показывала, что там произошло. Тоже какая-то мистика была. Да, здесь что-то есть. Так, я написал, потому что чувствовал гуилити какую-то. Мужик какой-то написал, потому что чувствовал гуилити. Поехали. Но, видишь, эти записки все, они у нас не добавляются. Вот эти письма, которые мы находим в почтовых ящиках. Следовательно, они не столь важны. Они просто рассказывают нам, так сказать, историю данной игры. Кому там, кого и чего. Так, ну все. Нам с дороги вообще сворачивать не надо и ехать тупо прямо. Только бы не врезаться нигде мне. Было бы неплохо. Так, у нас загрузка пошла. Только непонятно чего. Она вроде один раз прогружает локацию и все. Может быть, мы с тобой уже заехали за бензозаправку? Нет, мы только к ней подъезжаем как раз. Так, ну нам надо стоп. Назад, назад надо, назад. Дорога где-то слева. Нет? Подожди-ка. Ну-ка, карта. Ну вот она где-то слева. Я должен повернуть. А, завалено деревом? Ты серьезно? Ну-ка, выйди. Подожди-ка. Какого хрена? Серьезно, завалено деревом. А как мне это дело объехать? Подожди-ка. Может быть, есть объезд через бензоколонку? А, ну да, точно. Все путем. Поехали. Я уж испугался, что все. Мы с тобой должны где-то бензопилу найти, распилить все это дело. Налоги. Загрузить нашу машину. И у нас будет очень много топлива. Ну, это, знаете, крайний расклад я вам сделал. Поехали. Объезжаем все это дело. Заправляться, я надеюсь, нам не надо. Ну и что это? Может быть, ты все-таки объедешь это дело? Он кустов боится, ты представляешь? Так, все. Объехали путем. А, доставим карту. Что у нас тут? Подожди-ка, я думаю, что это и есть какой-то огромный город. А это, оказывается, только бензозаправка была. У нас с тобой есть тут прямо какое-то здание. И есть здание медицины. Ну, как его, больница. Давай-ка туда заедем. Странно, показывает, что слева как бы вроде дорога, но... Нет, все правильно, мы едем через мост. Так, давай потихонечку поедем. Лучше потихонечку. Загрузка пошла. Мост, видишь, какой-то полуобрушившийся. Надеюсь, наша машина не упадет, все будет хорошо. Так, Western Atom Peak. Вот, больница налево. Поехали. А, все, типа мы к ней приехали. Ждем, это опять прогруз пошел у нас. Все, приехали. Соответственно, на машине мы с тобой уже никуда больше не проедем. Поэтому пешочком прогуляемся. Так, давай достанем монтировку на всякий случай. Потому что те волки, хоть они и в другой стороне, доктор... Короче, доктор-француз. Будем его так называть. Потому что там было именно на французском, по-моему, написано. И что, это больница? Ты издеваешься? Что у тебя тут есть? Ключ. Лол. Хорошо. А, здесь какая-то записка. Должен быть закон, запрещающий врачам болеть. Что, он, типа, заболел, что ли? Так. А ключ не отсюда? Отсюда. А здесь ключа, типа, нет. Вот, видишь, типа, в разных местах все это дело прячут. Несмотря на доброжелательность доктора Бопре, это место не похоже, как обычно выглядит кабинет. Его можно с легкостью принять за магазин семян. Какие-то странные у тебя сравнения. Ну да ладно. А где у тебя, доктор, освещение тут есть? Подскажи-ка мне. Не вижу. Ни торшеров, ничего. Какого хера? Как ты тут людей лечил? Так, кажется, это его дневник. Это коммунистический манифест. Это всего несколько лет назад. Это означало прямое попадание в тюрьму. И даже в настоящее время западный мир весьма настороженно относится к советской угрозе. Зачем врачу такая книга? Не знаю. Любил наших. Так, извиняюсь. Это хранилище крутого константа температуры Сейд. Короче, это вина, что ли, у него лежат, по-моему. А, глобус можно покрутить, да? Это посмотреть большие фром здесь, короче. Земля смотрит большие здесь. Ладно. О, аптечка, ребята. Аптечку нашли. Это очень круто. Потому что если у нас будет вообще ноль хп... Е-мать. Кто-то здесь потерял несколько литров крови. А первая мысль у Карла была, что кому-то отрезали руку пилой или несчастный случай на охоте. В любом случае, тот, кто потерял всю эту кровь, не мог уйти далеко. Возможно, они уже мертвые. Так, все, убирай эту херню. Какие-то странные у него. Руку отпилили, там... Ладно, несчастный случай на охоте, но... Причем здесь отпиливание рук? Совсем, что ли, дурачок? Так, давай дальше осматриваться. Это... Почитать медицинские файлы. Скажешь что-нибудь? О, блядь, что он дергается-то как ненормально, каждый раз, когда что-то читает. Нет медицинских... Что-то там. Так, Сильвия. Все здесь симптомы, точки... Короче, что-то ей плохо. Так. Не было никаких сомнений, что доктор и Гамильтон хорошо знали друг друга. Вот что мы отсюда с тобой узнали. Врачи используют светоотражающие налобные зеркала, чтобы заглянуть в полость рта своего пациента. От этого было немного не по себе. Но тогда это были почти все медицинские средства. Хороший доктор в окружении его прекрасной супруги. На фотографии запечатлено непорочное счастье. Так, Карл признает проникновенные глаза. Это доктор, который ударил его по голове на выезде? Или на въезде? А-а-а, мы с тобой видели, да-да-да, это Ашан. В смысле? Нас сбила вот эта жена доктора. Ну-ка, что он еще расскажет? Давай почитаем. Карл признает проникновенные у этой женщины глаза. А это доктор, который ударил по голове на въезде в деревню? Ну, ударил по голове, то он имеет в виду то, что попал в аварию. Ночной горшок. К счастью, Карла эта проверка не помогла бы расследованию. Понятно. У него какие-то такие глубокие мысли. Я имею в виду, он такие сравнения делает необычные. Что-то жесть какая-то. Так, там вино нам неинтересно. Это анатомия. Так, проверка зрения. Карл съежился, представив мучительную боль от этого скальпеля. Которую, несомненно, он причинит. В этих жалких стенах. Пациенты, вероятно, чувствовали себя скорее на скотобойне, чем в кабинете врача. И почему кто-то рассказывает за этого Карла? За кого мы играем? Мы же играем с тобой за Карла. Так, и у нас какое-то третье лицо повествует все это дело. Какого хрена? Так, что это? Это спички опять. Но странно, что... Не, я, может, в глаза долблюсь, ребят. Ну, это же вроде как больница, где освещение? Ну, серьезно. Что это? Проблема со зрением, потеря глаза, единственным решением была повязка. Это урна с этим... Это прах чей-то, ребят. Что это? В журнал добавлена новая запись. Так, ну, печка нам не нужна. Это что, на выход? Что это? Вен, лук, лукинг, адор. Ну, что, вы посмотрели на эту дверь? И что дальше? Не открывается, короче. Так, здесь мы вроде с тобой все облазили. Доктора дома нет. Что это? Это мы с тобой смотрели. Ну, все, выходим отсюда. Главное, что нашли аптечку. Это очень круто. А вот это я смотрел, кстати говоря? Ну-ка, на всякий. Да, вроде смотрел. Пойдем. Ай, дверь упрыжала. Так, все, убирай фонарь. А что там за дверь такая была? Давай посмотрим. Ну да, вот она. Пожалуйста, используйте другую дверь, написано. Так, это у нее какая-то беседка, что ли? Здесь, может, люди летом ожидали своей очереди какой-то. Я даже не знаю. Скотч. Как здесь крафтить? Нахера мне скотч? Что-то такое. Дребежит. Твою мать, тут куда-то есть. А, это опять звук крысы этой, да? Вот слышите, да? Это, может, какая-то белка? Ладно, давай в толкан зайдем, посмотрим, что там. А что эти бутылки-то не подбираются? Блин, она меня напрягает, то, что там носится. Что это? Мы с тобой лампу нашли? Неплохо. Как минимум, неплохо. Так, и все. А что у нее так много мусора? Я так понимаю, знаете, что это за бутылка? Это... Это пиво, кстати говоря. Мы пиво с такой пили. Да, это пивные бутылки. Нихера сегодня тут помойка, слышь. Какая здесь санитария-то, алло. Докторша. Так, давай карту чекнем. Карл задумался, как он долго так терпит, терпит. Дальше. А мы с тобой должны проехать по этой дороге и обследовать еще три дома. Ну, так у нас получается. На самом деле, серии получаются, я думаю, очень интересными, потому что... Да все, заколебал ты ее. Че там? Подробно рассказали о нем. Но то, что он услышал... Где моя машина? То, что все... Мы с тобой с каждой серии смотрим и узнаем все больше и больше о людях, которые здесь жили. Но я думаю, что в машине я буду отогреваться, поэтому все будет хорошо. Да, вот у нас мозги. Но подожди-ка, это мозги. Но не костер у нас поднимается. Так, ну ладненько, хорошо. Сюда мы зарулили, давай карту. Да, выезжаем отсюда. Так, а где здесь дорога-то? Вы не подскажете? Вот там дорога вроде. Поехали. Е-мать, у меня плохо все, ребят. У меня со зрением проблема. Так, стой. Карта. Мы выехали на дорогу. Теперь нам не надо заворачивать. Разворачиваем машину. И налево едем. Блин, вот дерьма кусок. Он замерзает. Реально замерзает. Хорошо, в следующем доме разведем костер. Но очень странно то, что здесь... Ясно. А то, что мы животных не встречаем больше. Только два волка, которые то, походу, были по сюжету. Так, что это такое? Это у нас дорога там, да, заворачивают? Да, поехали. И здесь радио работает. Ну, то есть... Нету никакой мистики, по крайней мере. Все, что мы с тобой видели мистического, это то, что мы трогали людей и видели, что они делали. Блин, в глазах все херово. Розаэры какие-то. Все, нам с тобой надо срочно отогреваться. Давай лок возьмем. Отсюда. Так, депозит забрать. Лок забрали, все. Ой, сколько у нас с тобой всего-то. Ладно, лампу оставим. И для чего-то нужны же патроны. Скорее всего, из-за того, что мы с тобой... Ага, ключ надо. Из-за того, что мы с тобой исследуем мир. Смотри, там, возможно, человек. Печка горит. Двадцатая квартира какая-то. Ух ты ж, блядь, дурак! Ух ты, парни! Твою мать, у меня стреляют! Эй, мужик, пусти погреться! Я не враг. Ты дурак? Ты дурак? Бля, он дурак. Подожди-ка. Эй, мужик, я тут. Я, видишь, я безоружен. Твою мать, у меня в глазах дерьмово. Бля, на него что, с ломом надо накидываться? Так, ладно. Давай попробуем, может, с ним договориться, а? Эй! Дедок! Ты все? Тебе, может, перезарядиться надо? Привет. Вроде не стреляют, ребят. Хорошо, я сделаю по-другому. А-а-а, мазефака! Вот это скорость у меня. Не ожидал, что здесь появится незнакомец. А, позволь мне сказать тебе, потому что у меня там вещи рядом со мной, в моей руке. Если подойдешь слишком близко, пиф-паф! Сука, ненормальная. Не, ребят, он у нас не стреляет, и, по крайней мере, мы отогрелись. Это уже хорошо, вот у него печка работает. Ребята, мы нашли живого человека! Слышь, может, этого деда оглушить и винтовку забрать, а? Ну, говорить будешь? Если тебе нужна теплая одежда, городской парень, то я бы не отказался от бутылки карибу. А принесешь и сможешь подобрать себе любой костюмчик. Трейд, афор, вот эту вот херню. Ему нужно бухло. Смотрите, что за одежда у него. Дед, а у тебя что, винтовка мусина, что ли? Или что это? Это на мусинку похоже. Так, а... Ты не против? Если я потрогаю здесь. Пройди приятное время, что-то там. Отвернись. Посмотри на миньку розовую, которая дала себя дьяволу в первый день Великого Поста. Ужасно, правда? Да вообще не говори. Не трогай-то, малыш. Ты можешь пораниться. Короче, он нам угрожает. Эй, дедок, у меня режим стелса, сяки. Так, пусто. Ты ж нихера не слышишь? Какие у тебя милые белые носочки. Вязаные. Эй, слушай, у меня тут сумасшедший парень. Твою мать, я его злю. Твою мать. Моё убийство не удалось. Какой же я неудачник. Ладно, дедок, я пойду, ладно. Я понял, тебе надо бухло. Не надо дёргать своим оружием. Ходи, ходи, чувствуй аромат своей ноги. Блин, он вообще какой-то дурачок. Всё, я пошёл. Давай, братан, пока. Давай быстрее, что-нибудь давай быстрее. Ломай тут всю икру, блядь. Сука. Дурак какой-то, а. Пошли. Всё, выпусти меня отсюда, я не хочу здесь быть. До свидания. Так, хорошо, ладно, мы по карте посмотрим. А, запомнил по карте, где находится его дом. Фу, ну его нахер. Не, он вроде не стреляет, всё нормально. Подожди, ключ. Где найти ключ от данной хаты? Что это? Это у нас для розжига. Под кирпичом, может, где? Спрятал. Что там вообще такое? Там... Там ничего не увидеть. Где же ключ-то взять? Может, у него в хате всё-таки? Ладно, забей. Поехали дальше. Вот же, хер, ненормальный, а? Так, давай назад сдаём. В этой комнате было так много всего для... Карл не мог уйти с пустыми руками. В какой комнате? В какой комнате? Всё-таки ключ где-то есть. Что делать? Ты назад или вперёд? Слушай, пойдём ключ найдём. Я думаю, что всё-таки у него ключ там находится. Где-то в доме мы можем его украсть. И забрать... Он, видишь, что-то сказал про комнату. Я не могу уйти с пустыми руками. Слушай-ка, а может... Нет, двухличка у меня не лежит-то здесь в инвентаре. Вроде просто бутылка воды же. Депозит. В смысле пустая бутылка? А где... В смысле пустая бутылка? Я же клал сюда... А, подожди, я дурак. Вот, забрать. Нет, это бутылка воды. А ему нужно... Блин, я надеюсь, не пиво, которое я выпил. Так, хорошо. Давай попробуем тогда ещё раз заглянуть к нему. Вот же хрен. Ты меня помнишь ещё? Угости меня бутылка карибу, и мы с тобой станем приятелями. Так, приятель, подожди. Я у тебя ищу ключи. Не подскажешь, где они у тебя лежат? Это всё ещё хороша, старея вещь. Так. Одежду не забрать. Так. Назад в этот день мы были гордыси, нынешними. Несправедливо, и Господь был... Вроде как там что-то на нашей стороне. Он так сказал. Опа. Что это? Вот ты видишь эту книгу там. Это Виндиго. Да, Виндиго. Воин, который превращался в волка из мести, когда его оскорбляли. Эй. Виндиго, прям как этот. Слышь. Until Dawn. Там же тоже были... Завалить. Виндиго. Подожди-ка, что-то... Ага. Так, мне тут приспичило, мужик. Хочешь что-то получше? Подожди. Емать. Фу. Ну, он тут со своими подгузниками. Слышь. Да, Памперс, как ты можешь делать все одновременно? Или одновременно? Кровать его, сумка, ничего там с тобой не нашли. Здесь тоже нихера нету. Карива, черт возьми, эта свадебная лихорадка прошла, нет? Убила всех мужей, клац, одного за другим, без сожаления. О браке. Во как. Твою мать, где ключ-то, а? Где ж ты его прячешь-то? Старый хрен. Короче, 917-то, какое счастье, что Кайзер все еще помнит меня. Слышь, ты тут не махай, слышь, бэнь-бэнь-бэнь. Опа. Так, мы с тобой наполнили бутылку. Но ключа как не было, так и нету. Нету ключей, ребята. Где же он может его прятать? Возле той будки точно не было. Так, ну-ка еще разок. Может, какой помойки, что это там, боже мой, как будто дерьмище. Нет, в туалете тоже нету нигде. На полу нигде не валяется. На полках нету, у него и полка-то особо нету в доме. Ключ, скорее всего, у него. Трейд. Ну, только трейд с ним идет. Так что все, ребята, уходим отсюда. Нету здесь нихера. Шарф. Ну-ка, подожди. Моя шляпа и старых добрых деньков. И мой пояс, куда я пристегивал флягу. Вещи были намного лучше, когда мы все носили. Что-то там... Да, блин, где же может быть ключ? Мы с тобой все осмотрели. Здесь нету ни ковриков. Ничего нету. Понимаешь? Ничего нету. Так что все, уезжаем отсюда до следующего дома. И, возможно... Короче, нам надо запомнить. Во-первых, магнит. Во-вторых, бутылка бухла. Так, все. Уезжаем. Только время потратили зря. Ну, ничего страшного. По крайней мере, мы обследовали весь его дом. Там Карл насытил свой разум. Тело нуждалось в питании. Особенно в разгар зимы. А, слышь, мне жрать надо походу. А что, я буду есть сырые стейки? Я же вроде не умею готовить. Так. Ну-ка, карта. Так, это я жопы стою, куда мне надо. Поэтому разворачиваемся. Так, аккуратно. Спокойно. Назад. И вперед. Все, поехали. Ну, нахер, слышь. Я еще умудрился увернуться от выстрела этого мудака. И он в меня не попал. Прикинь бы, пристрелил нахер. И все, до свидания, следователь. Только молоток у меня. Так, стой. Что-то здесь не так. Ну-ка, карту. Нет, здесь все так. Скоро будет поворот. Так. Тихо, спокойно. Не мотайся, а. Вот, стой. Вот. Вот сюда поворачиваем. Поехали. Ага, загрузка пошла. Блин, а почему деда убить-то нельзя, я не понимаю. Хаос патриотов. Короче, дом патриотов. Смотри, у них машина, как у нас, да? Вон тут всякие арматуры, трубы. Может, здесь что-то найти можно, слушай-ка? Опа. Этот грузовик явно повидал на своем веку. Немало гравийных дорог. Карл не был механиком, он с легкостью мог сказать, что только самые искренние молитвы разбудят этот старый миксер от спячки. Таким холодом, вероятнее, так, до следующей. Подожди. А может, та дверь все-таки откроется, в бардачок заглянуть? Здесь же должен быть бардачок. Нет, слушай, она не открывается. И нам, судя по всему, надо... Костер развести. Огонь. Так, ну смотри-ка, здесь вроде никого нету. Номер 30. Открыто. И здесь я тебе хочу сказать, какой-то беспорядок. Место больше походило на свинарник, чем на дом. Тяжелый смрад скисшего молока. Дешевого алкоголя и отварной цветной капусты. Заполонил воздух. Так, но тем не менее... Так, вот, логи есть. Давай. Да, мы подзамерзли маленько. Ну что, давай с самого начала осматривать здесь все. А, Бухло, он сказал, алкоголь. Значит, здесь мы, возможно, с тобой найдем то, что нам надо. Рок-музыка вторглась в разум людей даже в самых отдаленных местах. У него было... Не было своего проигрывателя, хотя... Пусть это будет его. Смотри, лампочки разбиты. Что это? Удостоверение. Режан Блуин. Кажется, у этой свиньи, в конце концов, было имя. Вчера себе. Смотри, там 20... Денег лежит. А что он там, свинья? Он, типа, знал его или что? Так. Всякие записки. Теперь Карл знал, как утолить алкогольную жажду. Что? Белые виски. Много. For wet. То есть... Так, вот. Шерри вайн. Добавлен в Mellowness. Так. Just. Tiny Bud. Блин, здесь написано, где достать это бухло, которое надо этому старику, да? Гинфиз. Так. Что у него тут есть-то? От тряпки несло пахучей блевотиной. А Карл поражался, как можно жить в таких ужасных условиях. Ну, как, так и жил. Если он алкаш, так чё? Ему на условия похер. Он нажрался и лёг спать. Позанимался всякой хернёй. Снова лёг спать. Так. Что это написано? Кто? Так. Чистый. Один. Рич. Короче. Не знаю. Почему он, типа, не чистил, наверное, свои тарелки или что-то типа того? Радио. Радио. Слышь, мужик, бухло есть? А вам не приходило в голову готовить белые виски дома? А, это самогонный аппарат. Возможно, достаточно было всего лишь зловония алкоголя, чтобы задушить человека насмерть. Это этот, самогонный аппарат, ребят. Смотри, что надо? Бутылка. И пустая бутылка? Я не понимаю. И мы с тобой получим бухло. И что, ты хочешь сказать, что у тебя нету бутылки, а? Точно. У нас есть бутылка бухнуть. Давай попробуем съесть. What the fuck? Он ест? Ты ешь? А что если... Это приманка! Ясно? Собак типа отгонять. Так, что ещё есть? Мясо. А у меня же было вроде два... А, давай воду выпьем. Точно. Пойдём воды попьём. Подожди-ка. Инвентаре. Шерри Вайн. А он какой просил? А он какой просил? Ну, явно не то, которое у меня есть. Так, подожди-ка. А, нет. Мы это бухло должны использовать туда, чтобы получить этот белый виски. Как я понимаю, да? Да подожди, ты слышь. Так, депозит не то. Забрать. Вот. Бутылку воды забираем. Всё. Отлично. Пойдём в дом. Нет, ничего. Лучше типа... Чем этот самогонный аппарат. Либо мы с тобой этого старика обманем. Типа скажем, что... Это то, что он просит. Так, что там было? Так. Шерри Вайнс. Это не то. Эквипмент. Нет. Бутылка воды. Так. Всё. Вот, добавлена пустая бутылка. Готово. Карибоя. Это то, что он просил вроде, ребят. Карибоу. Плюс один Карибоу. Я надеюсь, это то, что надо. Так. Короче, он был раком по оружию. И вообще крабом. Короче, он был дно. Так. Значит, что это? Драйвер с овер-реттед. Чего? Ультрафорд какой-то. Алюминиум. Ну, здесь, короче... Всё, что надо для того, чтобы гнать самогонку. Здесь написано, что оружия нет. Так. Слышь. Это получается, да. Нам надо с тобой к старику гнать. Так, здесь осмотрел? Да, вроде всё осмотрел. Ну и всё, мы с тобой задачу выполнили. И... Я думаю, что... Что это? Когда-то в Африке, да и в других местах, народ был готов взяться за оружие, чтобы выступить против гнёта английского империализма. В Монреале взрывали почтовые ящики, происходили похищения. А в СМИ распространялись яростные манифесты. Но здесь, на Величественном Севере, любой может выругаться вслух, что есть мочи. И лишь только молиться о том, чтобы началась революция. Этот человек, вне всякого сомнения, стоил многого. Короче, это какая-то это... Агитаторская хрень. Ясно тебе? Так, ну что ж, ребят, я думаю, что повезём мы всё это дело столику уже в следующей серии. Поэтому не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok